Герман Оскарыч, российские банки в этом году показали очень приличные результаты. Если смотреть на итоги 11 месяцев года, то совокупная прибыль всех банков в полтора раза превысила показатели прошлого года. Вы недавно озвучивали данные Сбербанка и сказали, что за этот период заработали больше, чем на 20%. При этом в российской экономике не самая радужная ситуация, тот же рост ВВП меньше 2%, далек от тех темпов роста, которые хотелось бы. Вы можете объяснить, почему при таких скромных показателях роста экономики банки показывают такие хорошие результаты? Во-первых, я хочу сказать, что темп роста прибыли по экономике в целом значительно выше, чем 2%. В этом году больше 20% прирост совокупной прибыли всех коммерческих организаций. Но банковский сектор действительно растет быстрее значительно, чем остальная экономика по прибыли. И это связано в первую очередь с тем, что происходит восстановление резервов, которые были сформированы в предыдущие очень непростые годы. Если мы посмотрим на 2015, 2016 и 2017 годы, то прибыль банковской системы была минимальной или даже отрицательной. Допустим, Сбербанк заработал в 2016 году порядка более 500 миллиардов рублей, при этом результат банковской системы был отрицательный. Это означает, что все остальные банки заработали в целом минусы. Поэтому это легко объяснимо как раз тем, что сейчас, наконец, банковская система восстанавливается и идет восстановление резервов. Поэтому она опережает остальную экономику по темпам роста прибыли. Но я думаю, что так или иначе, скорее всего, что в 2019-2020 год такой опережающий рост закончится. Она будет расти примерно таким же темпом. Совсем недавно вы обозначили такую интересную тенденцию, как снижение клиентского трафика в отделениях Сбербанка. Только за октябрь на 5 миллионов человек снизился физический поток клиентов. Это те, кто предпочел не приходить ногами в офис банка, а проводил операции через интернет или мобильные сервисы. Цифра очень серьезная, 5 миллионов за месяц. При этом, как вы видите бизнес Сбербанка через несколько лет в связи с такими тектоническими сдвигами в поведении клиентов? И что вы меняете в своей бизнес-модели? Во-первых, лучше говорить не в миллионах посещений, а в процентах. 8-9%? 8% примерно снижения в этом году у нас физического посещения отделений. При всем при том, что мы видим существенный рост клиентской базы у нас. У нас количество клиентов растет. То есть, если зафиксировать количество клиентов, то падение будет свыше 10%. Мы надеемся, что это тот перелом, к которому мы давно готовились и который ждали. Люди, наконец, начинают массово пользоваться онлайн-сервисами, над которыми мы очень много работали последние годы. Мы старались создавать максимально удобные сервисы. И наше приложение находится на третьем месте по популярности. Среди всех интернет-приложений в российском обстуаре, ну и в Google Play. Мы за этот год сделали 26 релизов в Сбербанк онлайн. И мы упростили доступ к сервисам. Допустим, P2P-транзакции, переводы с карты на карту, теперь возможен до миллиона рублей. Если в прошлом году лимит был 500 тысяч, то теперь миллион рублей. Но мы усовершенствовали систему фронт-мониторинга. Я, допустим, очень частый пользователь, пользователь системы Сбербанк онлайн. У меня в этом году только один раз заблокировали мою транзакцию. В прошлом году было значительно больше. Это означает, что алгоритм, который мы используем, мы начали использовать в прошлом году уже искусственный интеллект. Что он учится и работает все точнее и точнее. То есть приложение становится значительно более простым. Люди начинают доверять онлайн-сервисами и правильно делают. Потому что мы очень много работаем над безопасностью. Наши сервисы самые безопасные, конечно, среди всех финансовых организаций. И происходит переход людей в мобильные приложения в первую очередь, ну и в версии. Но в целом мы представляли, что когда-то этот перелом произойдет. Мы потихоньку сокращаем сеть наших отделений, те, которые малопосещаемы и которые можно закрыть без ущерба для клиентского сервиса. Это касается городов. Сельскую сеть мы не трогаем. Более того, мы в этом году приняли очень важное решение. И мы в течение двух лет очень существенно нарастим наше присутствие в селах. И будем это делать в первую очередь через партнерские каналы. Мы дорабатываем программное обеспечение и устанавливаем соответствующие оборудования у наших различных партнеров в торговых точках в селах. И фактически человек сможет совершать примерно 80% всех тех операций, которые ему нужны. И мы выделили в этом году нашу сеть продаж, то есть сеть всех наших отделений в отдельные структурные подразделения. И, как мы говорим, мы им предоставили право побороться за собственное существование. И они теперь будут продавать не только продукты нашей розничной, кредитной и продуктовой фабрик, но и продукты нашей экосистемы, предприятия, которые входят в нашу экосистему. Это различные финансовые сервисы и не финансовые сервисы. Сейчас мы открыли целый ряд уже пунктов доставки товаров нашего совместно с Яндексом предприятия Беру. И первый опыт достаточно успешен. Мы будем еще первые полугодия экспериментировать, но потом будем надеяться, что эта модель, как мы говорим, полетит, и это будет одно из применений для наших отделений. Ну и от медицинских сервисов до всех остальных огромного количества сервисов, которые предоставляют предприятия, которые входят в нашу экосистему. Но все-таки сокращать сотрудников придется. Это будет зависеть от того, насколько наша сеть сумеет адаптироваться к продажам новых продуктов. Мы очень надеемся, что это произойдет, и такого большого сокращения не будет. Какое-то сокращение, наверное, произойдет, потому что глобально, конечно, люди все меньше и меньше будут ходить в отделения. Для того, чтобы там получить услугу, скорее всего, что наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами и так далее. Год назад, в декабре, вы презентовали стратегию Сбербанка и пообещали по итогам 2020 года дивиденды в размере 50% и чистую прибыль в триллион рублей. Можете ли сейчас подвести промежуточные результаты? Удастся ли выполнить эти задачи? Мы очень детально мониторим все показатели нашей стратегии. И в целом в этом году еще окончательно не подведены итоги, понятно, финансовые. Это будет определенно только в первом квартале следующего года. Но мы видим, что мы ряд пунктов нашей стратегии, в том числе финансовые пункты, мы перевыполняем. И есть пункты, которые мы немножко недовыполняем. Но в целом мы идем, если все это вместе собрать, в целом мы идем с небольшим перевыполнением того, что мы сформулировали перед собой как задачу на 2018 год. И сегодня мы полны оптимизма, что в общем нет никаких предпосылок, что мы не выполним те обязательства, которые мы взяли перед нашими акционерами. Несколько месяцев подряд вкладчики банков снимали деньги со вкладов, причем не только валютных, но и рублевых. В итоге на руках у населения даже скопилась рекордная за 6 лет сумма наличных денег. Соответственно, банкам пришлось повышать ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов. Что сейчас? А ток вкладчиков остановился? Нет, уже с ноября месяца мы фиксируем приток вкладов. Ну и такая волна, которая была связана в первую очередь с какими-то ожиданиями санкций. Потом вот эта тема дедоларизации, которая превратилась почему-то в тему угрозы валютным вкладам. Она ушла сейчас, конечно, волна слухов улеглась. Нет никаких оснований для того, чтобы это продолжалось. В общем, сейчас все поведение наших клиентов вошло в самое обычное рост. Соответственно, вы будете снижать ставки по депозитам? Сейчас клиенты привыкнут к высоким ставкам. Вы знаете, это зависит от нескольких других параметров. Во-первых, будем смотреть, что будет с инфляцией. Потому что если инфляция будет такой же или расти, то, конечно, Центральный банк будет проводить жесткую монетарную политику. И мы вынуждены будем, конечно, повышать ставки, чтобы привлекать деньги с рынка. Но по мере того, как инфляция будет падать, конечно, ставки будут тоже падать. Но у нас пока нет прогноза такого резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центральным банком, ставки подрастут. Но, скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года. А к Новому году вы специальные акции готовите? Мы не готовим, мы уже активно предлагаем эти акции. Это и вклады с повышенными ставками. У нас онлайн можно открыть вклад до года по ставке 7% сегодня. И получить кредиты до 5 лет. Допустим, потребительские кредиты до 5 лет по ставку в среднем 11,9%. Ну и большое количество других продуктов предлагается. Сейчас, перед Новым годом, конечно, очень большое количество разработали специальных сервисов, когда люди могут получить кредит, допустим, в онлайн-магазинах наших партнеров, оформить его буквально в течение нескольких минут. И, конечно, мы снижаем ставки по кредитам и поднимаем ставки по депозитам. Ряд российских банков объявили, что повышают ставки по ипотеке. Сбербанк будет повышать ставки? Я уже сказал, что, скорее всего, в начале года некий рост ставок будет. Мы пока еще не приняли решение, какое именно. Но после принятых мер всех Центрального банка, повышенные резервирования, риск вес по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% и повышение ставки рефинансирования, конечно, все это приведет к тому, что ставки по кредитам на жилье вырастут. Мы сегодня выдаем ипотеку со средней моржой, чистой моржой, для нас 0,1% пункта. То есть она на грани рентабельности. И, конечно, в текущих условиях я боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки. А что тогда будет с выдачей ипотеки? Минстрой говорит, что темпы роста строительства замедляются, ставки по ипотеке будут расти. К чему это приведет? Получится ли у вас выйти на тот уровень выдачи ипотеки, какой мы увидели в 2018? Ну, посмотрим, да. Мы планируем в следующем году, что темпы роста снизятся, конечно. Но в этом есть логика, потому что очевидно, что будет снижаться объем предложения. И если будет несколько приостановлен спрос, это придет к тому, что цены не взлетят так высоко. Потому что для людей, конечно, оба параметра очень важны. Ставка по ипотеке и цена жилья. Следующий год будет таким достаточно критическим, потому что он будет первым годом, когда новая схема финансирования жилья начнет свою работу. Пока финансовые организации к этому приспособятся, примут все решения, связанные с новой продуктовой линейкой, строители адаптируются к ней. В общем, 2019 год будет для строительного рынка непростым. По поводу новых правил покупки строящегося жилья. Речь сейчас идет об отказе от договоров долевого строительства, чтобы не было обманутых дольщиков, и переходе на так называемое проектное финансирование с участием банков на эскроу-счета. Дольщики теперь будут отдавать деньги не застройщикам, а хранить их в банке, а застройщики будут брать кредиты в банках на строительство новых домов. Готова ли банковская система к такой нагрузке, и по каким ставкам вы будете кредитовать застройщиков? Я не могу ответить за всю банковскую систему. Могу сказать по поводу нас. Мы с апреля месяца уже начали работать по этой схеме. Мы открыли примерно 269 эскроу-счетов. На сегодняшний день примерно 90% всех эскроу-счетов, которые открыты в России. И мы уже открыли счета нескольким тысячам наших застройщиков под застройку по новой схеме. Поэтому мы, в общем, полностью готовы. У нас готовы все продукты, готов технический персонал. Я думаю, что с этим проблем не должно быть. Что касается ставок, то ставки будут колебаться в зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта и от объема средств на эскроу-счетах. И объем колебаний ставок будет от 4 до 12-12,5%. Соответственно, 12,5% тогда, когда дом начинает строиться, и на эскроу-счетах еще ничего нет. А по мере наполнения эскроу-счетов и перехода от одной стадии строительства в следующую, ставки будут падать. Мы считали, что в среднем за весь период строительства эффективная ставка состоит примерно около 7%. Но если, конечно, строительство не будет затягиваться, и все будет двигаться в соответствии с тем инвестиционным проектом, который нам подается. В следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. В силу вступят поправки в закон о кредитных историях. Конечно, много вопросов, что это такое, и как банки, в том числе Сбербанк, будут работать с этими кредитными рейтингами. Вы знаете, я вам по секрету скажу, что у нас это уже все работает. Если вы наш клиент, у вас уже есть кредитный рейтинг. Я не беру кредиты, для депозитов. Неважно. Даже если вы не берете кредит, то у вас все равно есть кредитный рейтинг. Просто это тот рейтинг, который мы используем внутри себя. По каждому клиенту нашему, неважно, это физическое лицо или юридическое лицо, каждый из наших клиентов имеет свой рейтинг. Поэтому для нас это, собственно, констатация или публикация того факта и той технологии, по которой мы работаем уже достаточно давно. И, может быть, для каких-то банков это будет нечто новое. Но в целом особо ничего не применяется. Герман Оскарович, вы в Давос поедете? Да, конечно. А будет ли делегация Сбербанка как-то менять формат участия в Давосском форуме из-за того, что мы наблюдали совсем недавно? Сначала российским бизнесменам отказали в участии, потом пригласили. Нет, у нас традиционная программа. Мы проводим наш традиционный завтрак Сбербанка в Давосе, вечерний прием из таких крупных мероприятий. И то, и другое мероприятие Сбербанка положило основу для организации подобных мероприятий практически всеми участниками. И мы всегда открыты, мы будем с удовольствием ждать всех гостей и наших партнеров зарубежных, и, конечно, всех наших клиентов российских. Мы всех приглашаем, мы с удовольствием будем рады их видеть на наших мероприятиях. Герман Оскарович, спасибо большое за это интервью. Спасибо вам.